Привет, друзья, с вами Варчик. Очень я рад, что вы хорошо смотрите эту рубрику, она вам нравится, мне она в принципе тоже нравится, но больше реплеев присылайте, вы все говорите, вот, а можно бы реплейчик какого-нибудь игрока, который получше играет, там, или вот это, или вот то. Я не могу делать это из ничего, если вы ничего не присылаете. Присылайте и хорошие игроки реплеи, и плохие, и разные, больше присылайте реплеев, я все посмотрю. Поэтому, заливайте на вот реплейс реплеечки, скидывайте мне свои ники, куда вам нравится, туда пишите в группу ВКонтакте, на видосики, под стримчики, куда угодно. Итак, главное присылайте. Сейчас мы будем разбирать стрельбу. Карта Химмельсдорф, встречный бой, Т-54. Имеются ББшки, голда, малюсенькие расходнички и огнетушитель. Ну, в принципе, плюс-минус, танк более-менее рабочий, такой не самый имбовый, не самый такой вот плохой. Снаряжен танк в бой тоже неплохо, более-менее. И сейчас мы уже поначалу видим, что что-то не так в этом бою. И давайте определим, что же не так. Во-первых, мы очень долго выцеливаем. Это сразу видно у игрока, что очень долго у него все целится. Также мы видим, что у него FPS не самый большой, но, по крайней мере, лучше, чем у прошлого. Игрока, который прислал реплей, у него было в два раза хуже. Здесь хотя бы там, ну, в районе 30 плюс-минус болтается FPS. Это хоть на что-то похоже. И что хочу сказать. FPS плохой, это, конечно, плохо, но здесь видно, что и сам игрок делает ошибки. Здесь не в FPS дело. Когда ты выкатываешься из-за поворота и долго куда-то там рассматриваешь, то это дело уже не в FPS, это ты сам берешь и рассматриваешь все крайне долго. Видно, что врагов здесь много. Ага. И союзники тоже сюда поднимаются, но обратите внимание, кто сюда у союзников поднимается-то. КВ-4 на стоковой пушке, ну, такое. Такое на деструкторе. Вроде, остальные танки вроде неплохие, плюс-минус. Но два образца. А два образца это что? Это плохие пушки с плохим пробитием, с плохой точностью. Что же мы видим у врагов? ИС-3, Т-10, Т-30, М-103, Т-44, Лев. У всех более-менее пушки жесткие. А у нас что? Но, КВ-4 стоковый, образец один, два штуки. Можно считать, что у них тоже пушки стоковые. И здесь нормальная пушка только у 257-го, у стандарт-Б, который почти сдох, у Яги. Ну, и у нас, в принципе, пушка более-менее. Но все танчики какие-то уже такие дряхлые. И, в принципе, здесь как-то вроде союзников много. Но ощущения, что мы здесь выиграем, уже с самого начала нет. Во-первых, Яга уже заняла вот эту кучку. И здесь стоять с ней и толкаться, ну, особо смысла нет. При этом мы видим, насколько игрок плохо это делает. И мне, походу, придется показывать, как правильно целиться. Вот сейчас это был вообще наиярчайший момент, насколько плохо это все получилось. Во-первых, как нужно правильно целиться. Нужно для начала понять, кто где подставляется. Для того, чтобы сразу аркадный прицел навести в то место, куда мы хотим стрелять. И мы уже изначально должны видеть, какие уязвимые зоны враг подставляет. А может быть, даже и нет смысла выкатываться, если мы никуда практически не пробьем. А если враг подставляет то место, которое мы пробьем, то надо выкатываться и сразу туда уже нацелиться аркадным прицелом. Потом нажать Shift, чтобы войти в снайперский. Может быть, чуть-чуть, там буквально чуть-чуть вот так довести прицел в нужное уязвимое место. Нажать выстрел, откатываться назад, нажимать Shift, чтобы выйти из прицела и все вокруг смотреть. Смотрим вокруг, что происходит, смотрим на карту, анализируем ситуацию и дальше работаем по бою. Наш игрок, мало того, что из аркадного не попадает вообще, в принципе, в объектив. Он мимо врага куда-то аркадным целится, потом входит в прицел. Причем в прицел входит очень сильную кратность прицела у него выбрана. И он начинает медленно там что-то шарудить по всему экрану. Это очень много времени занимает. Вот вы видите, как он это долго очень делает. Нашел все-таки это НЛД кумулем у льва. И это очень долго. Во-первых, когда мы долго выцеливаем, мы долго подставляемся под врага. Даем дольше ему повыцеливать нас. Значит, мы меньше живем, больше тратим хп на обычную стрельбу. Это раз. Второе. Иногда даже не нужно выкатываться, стрелять по врагу, если мы заряжены. Поскольку он тоже может зацелить наше место укрытия. То есть, у врага, скорее всего, чаще всего, существуют какие-то места, где он прячется. Вот укрытия всякие. Вот М103 стоит за холмиком, и Лев стоит за кучкой мусора. Они, допустим, заряжены, и нам выкатываться прям сильно и стрелять в кого-то, даже если мы это сразу сделаем, не нужно, поскольку они нам дадут по выстрелу и смогут пробить, даже если мы хорошо выйдем, смогут пробить нас в лючки, которые у 54 имеются. А если мы еще и выкатываемся и плохо выцеливаем, то мы, тем более, скорее всего, потеряем хп. Это раз. Второе. Здесь стоит Яга. Она сама здесь отрубки, в принципе, затыкает эту дырку. И мы занимаемся тем, что просто простаиваем бой. Мало того, что у нас плохая стрельба, я потом, думаю, позже покажу, как нужно правильно стоять. Это раз. Второе. Мы здесь простаиваем место. Нужно было в момент того, когда враги вот эти разрядятся, и они будут на перезарядке, в Ягу или в М103, и, когда максимум врагов будет на перезарядке, нам надо было проскочить направо, как можно раньше, для того, чтобы поучаствовать с союзниками в бою. Но мы не поучаствовали в бою, поэтому гору мы проигрываем. Это один вариант развития событий, который мы могли бы сделать. После того, как мы сюда приехали, нам нужно было бы прятаться либо за трупиком, либо за союзником, и выкатываться, стрелять по врагам, когда они на перезарядке. Особенно нам нужно было бы бояться Т-30 с его большим пробитием и альфой. И когда враги на перезарядке, мы выезжаем, выкатываемся и наказываем их своими выстрелами. Но, когда мы это делаем, мы должны помнить, что здесь существуют прострелы снизу. И вот этот вот господин, который находится в самом низу, на ваффентрагере 9 уровня, может чуть-чуть откатиться назад и стрелять по нам. Вот, когда мы находимся здесь. Поэтому нам нужно помнить, что, когда мы выкатываемся, нам нужно либо сюда докатиться, чтобы он по нам не стрелял, но при этом мы откроемся под всех, кто стоит здесь. Либо иметь справа укрытие в виде вот этой вот разрушенной колонны. Ну, или это башня, скорее. Поэтому нам нужно учитывать чувака, который находится справа внизу, врагов, которые находятся спереди. Кто на перезарядке, кто не на перезарядке. Можно подкатиться, стрельнуть нельзя. На какое расстояние нам подъезжать, сильно выехать, если все враги подставляются и кд, и мы все давим. Или нельзя так делать, потому что если мы сюда приедем, они все по нам скинутся, мы умрем. Поэтому, можно ли вообще это делать или нет. Это нужно все думать во время боя. Плюс еще, нам нельзя подставляться под чела снизу, поэтому, когда мы просто стоим в позиционке, нам нужно стоять чуть-чуть сзади. Когда мы выкатываемся стрелять, то нам нужно помнить, кд чел справа или нет. Надо глянуть хотя бы, выцелит он нас или нет. И если мы поддавливаем, то подъехать вперед и от башенки играться. При этом, желательно прикрываться союзниками, потому что они играют на тяжах. Ну вот и все. Но мы этого даже не делали. И в этом даже не поучаствовали. Потому что мы стоим здесь и с Ягой затыкаем одно и то же место врагов, которые подставляются сами. М103, Лео и Эмиль-1, они в принципе находятся далеко и в укрытии. Мы их по сути не перестреляем и даже если будем по ним наносить урон, мы никак не выиграем бой. Они в любой момент могут откатиться назад и все. Это ничего не принесет. По сути мы вообще в бою не участвуем. Как мы можем его выиграть или получить высокий результат, если мы стреляем по челикам, которые подставляются иногда. Когда хотят, когда им удобно, когда им этого захочется. Они могут вообще не вылазить. Тем более, если они и вылазят, то они подставляют совсем ничего. Только лев там чуть-чуть иногда краешек борта подставляет и все. По сути мы стреляем в чуваков, которые стоят в жесткой позиционке и особо никак не парятся, их ничего не напрягает. Они просто на бронированных танчиках выкатываются, когда хотят. Вот в принципе и все. И мы при этом с Ягой стоим здесь, занимаем вдвоем одно место. Союзники постепенно сливаются, мы ни в чем не участвуем. Мы не едем помогать ни нашим чувакам на горе, ни в позиционке мы здесь не выигрываем. Да и мы и не можем здесь выиграть. Как можно выиграть в позиционке? Чтобы выиграть в позиционке таких чуваков, нужно стоять и прям накалять их каждым выстрелом. Один раз лев допустим стрельнул, мы должны прям ему напихивать, напихивать, напихивать. Если мы не можем быстро и много напихивать врагам, значит бой проходит без нас и мы просто отбываем в нем место. Вот и все. Это раз. Второе. Раз мы уже сюда не поехали и вот сейчас уже видно, что на горе все плохо, нужно было поехать вниз и попробовать что-то поделать там. Продавить банан, допустим, вместе с союзником на 2-6-3. Поехать по банану, въехать прям туда, в середину, проехать прям до самого конца. Если бой уже заканчивается, терять уже нечего. Здесь ИС-3 светился на карте, он здесь на повороте где-то стоит. От кучки с мусором подъехать от башни, развалить ИС-3, напрячь ПТ-шек 430-го. Там и союзники может быть подключатся, либо им проще будет стрелять на гору. Что-нибудь да получится. Нужно было ехать, ну, находясь на 5-4 в топе, нужно ехать и что-то делать. Стоять, отбывать место, это ничего не принесет. Тем более в этом бою есть возможность поехать и поиграть. Если бы мы в начале боя не захотели бы разыгрывать гору, то можно было бы и вокруг объехать сбоку где-нибудь через железку, там, напрячь ПТ-шек. Либо объехать вообще вокруг и заехать Яги в задницу. Либо просто на железке, там, что-то поделать. Но просто стоять, отбывать место мы даже не поучаствовали в бою. Вообще никак. И при этом, как мы перестреливались в позиционке, тоже неправильно в качестве стрельбы. Вот, в принципе, такие ошибки у нас в бою. По сути, все. Человек, по факту, даже не поучаствовал в бою. Простоял здесь. Никак ничего не помог, ничего не сделал. Вот это все выцеливание, причем такое вот с грубыми ошибками, оно ни к чему не приводит. Мы просто стоим и ждем, когда все союзники умрут. Так процента побед высокого не будет никогда. Тем более на СТ-шке. Нужно ехать и что-то делать. Хотя бы попробовать, постараться. Враги никогда ничего особо не ожидают. И они по тактике такие вяленькие, все время в рандоме. Они как здесь стояли, вот эти все чуваки на горе, они так тут и будут стоять. Смысла стоять и смотреть, как заканчиваться бой, никакого нет. Вот сейчас мы, тем более, уже не можем ничего здесь делать. Не выезжать, стрелять, ничего. Вот прям в этот момент, уже вот миллион процентов, очевидно, что мы ничего не можем здесь делать. И все равно наш герой стоит здесь, никуда ничего не делает, не едет. В принципе, не участвовал в бою. Теперь остается только пока мы умираем, чуть-чуть пострелять урона и все. Но это вообще ни о чем. В качестве того, чтобы получать какие-то проценты побед, какие-то статистики, уроны, отметки. Такой игрой этого не будет никогда. И в конце этого видео, я думаю, придется мне показать, как выкатываться, стрелять и что делать. На этом, в принципе, все. Что нужно было делать в этом бою, я рассказал. Какие ошибки были, я рассказал. Ну и сзади сейчас куча врагов выкатывается. Наш герой ничего не видит. На карту надо смотреть намного чаще. Теперь я вам покажу, как надо было выкатываться и выцеливать врагов. Вот мы подъехали, засветили врага, откатываемся. Можем попробовать его развести на выстрел, вдруг он разведется. То есть не нужно стоять. Не нужно давать ему выцеливать какие-то свои зимние зоны. Можно иногда чекать прицелом, как находится танк по отношению... Наш по отношению к нашей кучке, вражеский по отношению к вражеской кучке. И нужно уже изначально понимать, куда мы будем целиться. Вот стоит 140, у него увеземые лючки и, возможно, борт. Да, борт простреливается. Но нам не нужно стоять и долго выцеливать. Сразу аркадный прицел наводим на то место, куда мы, скорее всего, будем стрелять. Входим в прицел, наводимся, стреляем, отъезжаем. Все. Здесь только я выстрел не нажал, потому что в этом нет смысла. Все. Нам нельзя стоять долго на одном месте и что-то там выцеливать. У нас должен быть сразу прицел откручен на такой Х. Вот у меня Х8. На который нам нужно. Если это будет ближний бой, то заранее Х4 откручиваем. Все это делаем быстро. Зашли в прицел, открутили. И выцеливаем. Зашли, стрельнули, вышли. Вот нам нужен Х8. Подкрутили. Готовимся уже к стрельбе на чуть подальше. Выехали, стрельнули, заехали. Выехали, стрельнули, заехали. Все. Если враг стоит так, что мы никуда его не простреливаем, нам не нужно выкатываться и долго выцеливать. Пытаемся развести его на выстрел от башенки. Иногда меняем угол. Иногда меняем угол. Почему? Потому что враг может встать вот так и зацелить то место, куда вы выезжаете. Вот допустим враг катается влево-вправо. Его уязвимые точки двигаются у вас в прицеле по горизонтали. Как правильно выцеливать такого чувака? Вы зацеливаете ту точку, куда враг въезжает. И ждете, когда он въедет своей уязвимой зоной в ваш прицел. Нажимаете выстрел, когда он туда въехал. И заезжаете назад. Желательно все это делать быстро. Если вас выцеливает такой враг, который правильно и хорошо выцеливает уязвимые зоны. Иногда нужно менять траекторию выезда из-за поворота. Либо мансевания из-за холмика. И выкатываться чуть по другому. Но при этом нужно самому понимать, как вы в пространстве находитесь. Это все делается быстро. Это все делается долей секунды. Я даже, возможно, сделаю какой-нибудь таймер, который покажет, насколько быстро делаю это я. И насколько медленно это делают некоторые. Потому что если вы выкатываетесь долго, выцеливаете или неграмотно, или что-то типа такого, то, смотрите, допустим, я целюсь мимо врага, и мне приходится переводиться. Но все равно, даже перевожусь я быстрее, чем тот игрок, который прислал реплей. Потому что все должно быть четко, удобно. Сенса, мышка, коврик, большое пространство на столе. Столько, чтобы мы могли повернуть ее достаточно. То есть я могу мышкой повернуть, просто вот наполовину, не отрывая руки. Спокойно. У меня хватает для этого места. Я могу делать это быстро, четко, офигенно, правильно и резко. Выехал, стрельнул, заехал, все. Это должно быть четко. Стрельба не должна вас отвлекать от карты. Вы должны на нее смотреть. Не должна отвлекать вас от боя. Вы должны думать головой про тактику. Вы должны думать головой про то, куда поехать, где фланг, на котором тяжело, где легко, куда пора ехать, объехать. Тем более, если ваш танк быстрый и нужно пользоваться скоростью, то вы вообще не должны отвлекаться на стрельбу. Стрельба это должно быть автоматическое что-то, что вы делаете уже на автомате. Вы не должны тратить на это времени и сильно на это отвлекаться. Иногда чуть больше доли секунды потратили, иногда вообще резко. И все. Тем более, если у вас пушка точная со стабилизацией, то это вообще должно ноль времени занимать. Вот, в принципе, все, что я хотел показать. Это должно быть четко. Если у вас стрельба не такая быстрая, четкая, то что-то у вас не так. И вы заранее должны видеть, какой враг против вас, как он стоит, какую уязвимую зону он подставляет, либо ничего не подставляет. И если враг стоит жестко и ничего не подставляет, то вы не должны выкатываться и подставляться, ждать пока он стрельнет. Ждите, когда он разрядится, либо пытайтесь его как-то танкануть бортиком, башенкой, как-то разводите его. Пытайтесь вывести его, пытайтесь разрядить его так, чтобы не получить урон. Потом уже выкатываетесь, зацеливаете его в поворот и при выезде он может подставиться. Тем более, это в бою может происходить сразу против нескольких врагов и нужно об этом думать. Нужно думать о том, как стоят враги, какие уязвимые зоны, про карту, фланги, где хороший фланг, плохой, удобный, неудобный, где враги прорвали фланг, где враги, наоборот, там умирают и, может быть, нужно самому поддавить. А данный игрок, который прислал реплей, он был занят в бою своим прицелом. Он, мне кажется, больше в бою ничем не был занят, кроме выцеливания очень плохого. Вот, все. С вами был Варчик, играйте красиво, стреляйте четко, всем пока.